я буду говорить что делать потому что там идет два раза вот эта женщина вот эта женщина сегодня у нее праздник много-много лет назад у нее родилась дочь крикливая чуть не заплакала когда родилась сейчас сорок один год прошел зачем ты говоришь хорошо выглядишь тебе можно на сорок один пятый десяток дочь разменял как вы себя чувствуете дамочка нормально просто не завязать тебе чтобы втянулся что мы сегодня будем кушать наготовили даже у нас есть когор не знаю как мы сейчас его буду правда открывать шубу такую приготовили черный хлебушек аджичка своя собственная соку владика есть яблоко абрикос а еще главное коронное блюдо у нас гусь наконец-таки гусь тушеный сколько тушился ну часа четыре тушился врачи у нас коронное блюдо какое разговор будем сегодня пить на это да владик поздравь мамочку с днем рождения меня днем рождения меня смотри какой ой какой мягкий еще не пробовали а я уже вилка вижу потому что в это наконец-таки я боюсь двух или трех мы делали в духовке они такие суховатые все-таки у гуся немного мяса особенно у наших которые плавали долетали покажи прям полностью быстро убираешь а рокси в очередь стала помнишь гули-гули были рокси гули-гули-гули это они рокси лучше тебе этого не знать запах такой спецпетически ты открывай я не имею я не умею не открывать владик ты еще тоже не пробовал каждый день открываю скажи перед школой легко отлетелась бумага есть тихо только держи это бутылку я только купила на свой день рождения не было стопора целая церемония открывания когора я же держи бутылку все неумелые такие ура видишь в руку маши вещь какой малиновая вообще хватит ты чё какой он такой крепко сладкий должен быть гемоглобин поднимать будем при коронавирусе что не заставишь кушать ну чё может наложим сначала там чокнись кому шубу все шуба вкусная люблю повеселиться можно мне ножку съесть все лето посла ходила по 5 раз в день на траву водила а я его ищу я помню чтобы было мягкое ну что давайте теперь давайте имениницу поздравлять владик давай ты скажи нет и скажи пожелаю пожелаю счастья здоровья счастья и любви исполнение там всяких мечт желания и чтоб дети слушались особенно владик которые слушаются уже закончились спасибо спасибо мама что ты меня родила как сухой вино но не сухой а прикрепленный но это на кого не похож кого должен быть такой сладкий прям критерно и густое это какой-то все слои тебе все не соленое раньше такая салазобка не было все у тебя сейчас не соленое не говори что ты со мной случилась а то сереже он тоже будет праздновать в канаде сколько мужа 28 28 27 мне кажется как бы не 29 25 я была последний год там но мы праздновали он у нас 92 года значит ему 28 28 28 это что 30 лет почти ему сыну моему 28 лет и тебе 35 как это случилось иметь надо ну как гусь я это не пробовала попробуйте не мягкий достаточно о сейчас как раз твой кремль какие зверя вообще надо как ты знала кремлюшки все время же кренбери как раз такое покупает вот клюха сахарик мама вчера сама не знает того что-то захотелось нечаянно купила будешь, Владик? почему нечаянно? ну нечаянно к мясу очень хорошо подходит такое кисло-сладкое красивое ну такой гусь намного лучше да, чем в духовке? конечно его хоть есть можно да желаю тебе оставаться такой же молодой красивой самодостаточной любимой любящей будь здорова люби тебя от всех близких хороших друзей и подруг рядом хороших людей чтоб только хорошие люди тебя окружали спасибо и чтоб все у тебя сбылось все твои мечты ты там еще у нас учиться сейчас пошла я учусь да а что еще коронавирус коронавирус что еще делать? учиться пошла но еще огород и учебу совмещаем короче чтоб всем так жить да у меня у меня у меня для варенья как у царей сразу видно что люди не пьющие даже в бокалах нету мама расскажи историю как ты как когда на мой день рождения всегда папа мой рассказывал эту историю что когда я родилась то все ждали мальчика ага раньше ж УЗИ не делали не знали кто будет мальчик или девочка и так как у меня старшая сестра то второго ребенка ждали мальчика да? ты тоже хотел мальчика ну он и первого мальчика ждал но я первого тоже вроде мальчика как бы ждала а потом там мне все равно было он ждал конечно сына он нам каждый день рождения рассказывал эту историю и как первый раз он нам это рассказывает как будто я ее не знаю быстро дал бедный быстро да для него это наверное была такая шоковая ситуация поэтому он на всю жизнь ее запомнил давай ну чё как он шампанское покупал или там водку как он друзьям говорил если будет мальчик значит что-то я водку куплю не водку коньяк а коньяк если будет девочка шампанская короче он договорился с друзьями ну он купил то и то ну тут Матуля родилась девочка он там чуть не плакал с утиральной с Любой папа чешали чтобы в магазин потом не бежать он сразу купил и шампанское и коньяк не знаю кто родится ну когда он узнал что девочка раньше же обмывали папа не знаю как сейчас папой обмывают или конечно обмывают ну как же папой всегда обмывают ну сейчас я не знаю может какой у меня Славик не обмывал Вадика ну и чё и он взял это шампанское ну и говорит не пропадать же коньяку и приходят к друзьям открывают дверь он говорит стою говорит у меня здесь шампанское здесь коньяк скажи я похоже рассказываю прям так и делают он говорит у меня здесь шампанское здесь коньяк они такие что двое он такой нет дочь ну и всё и выпили и коньяк и шампанское вот такая история бедный папа бог не дал но я мне дал две дочери я не подкачала да я всё равно всю жизнь была как мальчик ну не как мальчик в детстве по крайней мере ты была девочка просто ты ну да я пацанкой не была но я всё равно с папой очень часто там почему я вот сейчас теплицу могу построить потому что я с папой всегда какие-то шурупы закручивали он там с бабушкой сначала ну с бабушкой мы в основном вязали и пироги пекли а с папой вот мы там что-то колотили с дедушкой Ваня я помню машину чинила да я помню что ты маленькая была или стояла она тебя на молоток бей а я стою ой а что вы делаете зачем она по пальчикам сейчас ударит ничего бей она тебе гвозди бьёт а с дедушкой Ваня машину всегда чинила он там что-то ковыряется там под машину залезет говорит давай нажимай газ так мне лет пять там было десять не знаю он мне показал педаль я нажимаю мне нравилось так сижу за рулём не видно он нажимай нажимаю там что-то у него жужжит ты не понимаешь не боишься такой мне в тринадцать лет уже за рул посадил дедушка я уже водила на коленке или прям так так на какой коленке сама по полям мне ничего не сказали дочь у меня сглассировали молотки в руки машину в зубы вперёд давай а с папой мы всё время что-то строили то мебель собирали ну да мебель да то собирали то разбирали у меня же родители тоже вечно переезжали они же музыканты еще музыканты всегда переезжают ну да я говорю что я Владик ты знаешь сколько у меня школ было сколько я школу поднял молодец знает уже я угадал я эту не помню я когда говорю ой что вы переживаете там за когда ребёнок меняет школу вот сейчас Владика мы переместили в другую страну ничего страшного я говорю у меня было пять школ это наоборот так поднимает дух это наоборот воспитывает и закаляет можно сказать и у меня кому я это рассказываю про пять школы говорят у тебя что родители военные или нет музыканты меня вообще это никогда не пугает я не пугала я не пугает ну что тут такого да хоть каждый год переезжала бы я ну тем более сейчас в наше время люди так часто вообще где-то то в Таиланд укатили на год всё дети в Таиландскую школу ходят потом раз в Индию укатили потом в России пожили потом где-то в Европе пожили ну это ж классно да всё полноётся в сравнении что надо на месте сидеть Ваник бери ещё гуся ну что нет хорошо хорошо тут гуся только надо руками есть вот вилкой и ножом не подлежать эх Славик вот гуся без тебя иди сидим да а он завтра Серёжа наверное будет там какие-то стоять и жарить наверное первый день рождения без мужа я уже пьяная нет чуть-чуть вот в этой стороне сейчас пьяная а в этой ещё не пьяная сюда ещё налить так ты тогда когда пьёшь направо наклоняйся ну ты учу у тебя всё налево вот вот ну-ка ну попробуй ну попробуй ну попробуй потом будет 18 лет ну-ка поставь рюмку ты зачем нажрался зараза пришёл домой он так не будет делать да слава богу у нас нету пьяниц в семье ну давай чтоб их и не было да да дзынь дзынь ты наклоняйся не забывай наклоняться чтоб туда в обмену затекла в правую полушарию мозга где у тебя ещё пусто всё Вадик уже за тортом пошёл подождай поесть что-то уже торт будешь есть сам да Владик у нас с днём рождение мы никуда не спешим да вот у нас ингредиенты для чая да самый лучший чай все чаи стоят ничего уже не смотрим магазинах приходим никакие чаи слава богу вот обалденный чай скажи лимон мята и и бит зачем такой ножик что-то для торта ножик принеси другой зеленый это лёшка бошки гусям рубил специально покупал почему так люблю торты торты тоже не любит я тоже люблю ой как он прям режется мягко мне прям аж мурашки идут как он такой мягкий висит давай владик себе самый большой опс дает биопоста кстати завтра у нас 5 мая еще еще одну теперь еще одна дата у нас год как мы переехали в россию но по этому поводу будет отдельное видео пойдем танцевать на улицу включим музыку на все владик нам сейчас телефон включил вообще танцевать все я танцевать хочу так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...